Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 14 марта, четверг, и сегодня у нас в основном хорошие новости с таким заметным налетом осторожного оптимизма. Итак, спикер Джонсон сказал сенаторам и республиканцам, что они должны ожидать, что палата представителей направит им закон о помощи Украине. То есть, палата представителей направит свой закон о помощи, который, по идее, не очень должен сильно отличаться от сенатского варианта, но будут кое-какие изменения. По его словам, этот законопроект будет отличаться тем, что эта помощь будет предоставлена не бесплатно, как до сих пор, а в виде кредита или ленд-лиза. Ну что ж, я вам скажу так откровенно, что сейчас лишь бы предоставили, вот как по мне, хоть бы тьём, хоть катанием, как угодно. Но, если предоставить в виде ленд-лиза, то, наконец-то, я надеюсь, тупые пропагандисты, мага одновременно и Кремля, наконец-то поймут, что ленд-лиз, он не бесплатен. Но у меня целая подборка есть среди моих плейлистов, кто хочет понять всю антологию развития этого вопроса, прошу туда. Я вам сейчас просто несколько цифр назову, чтобы вы поняли, что такое ленд-лиз якобы бесплатно. Итак, это, в принципе, официальные данные. Советский Союз по ленд-лизу задолжал Соединённым Штатам 2,6 миллиарда долларов. Это по тем ценам. Ну, чтобы понять, какие-то цены должны быть на 2020 год, нужно умножить. Вот американцы, британцы, они умножают некоторые 13, 13,5, 14 раз. Ну, берём 14 раз, чтобы проще было. Вот 2,6 умножаем на 14 и получите, что это значит в ценах 2020 года. Затем эта сумма была сокращена. Тяжело Советскому Союзу было восстанавливаться после Второй мировой войны. Американцы вошли в положение, сокрастили до 170 миллионов в рассрочку на 30 лет. В 1972 году было подписано соглашение о долге по ленд-лизу, по которому Советский Союз обязался выплатить 722 миллиона долларов, включая проценты, и сделать это к 2001 году. Я подчёркиваю, Советский Союз признавал долг по ленд-лизу. После распада Советского Союза долг был передан его правоприемнику Российской Федерации, которая полностью погасила его к августу 2006 года. Это в последний рабочий день, в пятницу-декабрь 2006 года. А, да, Советский долг за поставки по ленд-лизу был окончательно выплачен и закрыт в рамках расчёта с Парижским клубом 21 августа 2006 года. Великобритания погасила свой кредит, вернее, долг по кредиту перед Соединёнными Штатами Америки. То есть, я немножко перепутал, то есть, британцы в последний рабочий день 2006 года. 29 декабря 2006 года это британцы погасили, а Россия 21 августа 2006 года. Ну, я вам скажу откровенно, как по мне, да бог с ним уже, с этим, лишь бы, лишь бы дали, в конце концов, помощь. Ну, тут надо понимать, что вот это вроде бы неожиданное прозрение спикера Джонсона не было неожиданным. И произошло в результате целого ряда обстоятельств. Представительство номер один. Вчера, как я вам рассказывал, Палата представителей подавляющим голосом приняла законопроект по поводу ТикТока. Ну, фактически, так, попросту говоря, речь шла о запрете ТикТока. На самом деле, речь шла о том, чтобы компания ByteDance, китайская компания продала ТикТок тому, кто, значит, предложит соответствующую сумму. Китайская компания ByteDance зарегистрирована на Каймановых островах. Соединенные Штаты, вот, подняли шум по поводу ТикТока давно уже, считая, что это орудие китайского коммунистического режима, китайских спецслужб, при помощи которого, значит, собирается информация для развития службы Китая, а также оказывается влияние, проводится и ПСО, всевозможное, в отношении американских пользователей. Поэтому, значит, поставили вопрос, хотите, чтобы ТикТок функционировал, пусть этот ByteDance продает, продает ТикТок кому-то другому, желательно, конечно, американцам. Что стоит эта компания сейчас? Ее капитализация по состоянию на прошлый год составляет примерно 356 миллиардов долларов, то есть треть триллиона. И вот буквально четыре дня назад Трамп дал указание своей команде магов в Конгрессе проголосовать за законопроект, то есть запретить ТикТок по соображениям национальной безопасности. Но потом он проводит закрытое, так сказать, с глазу на глаз совещание с неким Джеффри Ясиным, который имеет в этой компании капиталовложения в размере 30 миллиардов. И после этого появляется заявление Трампа. Буквально на следующий же день он дает указание своим маговцам в Палате представителей не голосовать за запрет этого самого ТикТока. Ну все так опешили, как, что, почему, что случилось. Получается, что сегодня одно, завтра другое. Палата представителей все-таки проголосовала за запрет, то есть типа вопреки указанию Трампа. Чуть ли не революция, мятеж. Но оказывается не все так просто в Датском королевстве. Трамп после совещания с Ясиным провел совещание со своим бывшим министром финансов Стивеном Мнучиным. И после этого появляется заявление Стивена Мнучина о том, что он собирает группу инвесторов, которые выкупят у Байданс ТикТок. Представляете, какой куш будет сорван. Одна из самых распространенных социальных сетей, причем стремительными темпами продолжает расширяться. Ну вы знаете, что такое ТикТок, да? Вот о чем идет речь. Ну, надо сказать, что Стивен Мнучин очень, мягко говоря, не чужой человек для Трампа. Сколько, как говорят эксперты в этом вопросе, Мнучин вообще он не Мнучин. Это иммигрант, видимо, откуда так, с территории бывшей Российской империи или с территории бывшего Советского Союза. Настоящая фамилия его, по всякому случаю, его предков. Минухин или что-то такое. А с Трампом они связаны, ну, во-первых, он был министром финансов в команде Трампа. Но самая тесная связь, собственно, из-за которой он и попал в администрацию Трампа, заключается в том, что, опять-таки, как говорят эксперты в этой области, их объединяет община Хаббат в Нью-Йорке. Мнучин якобы является ее членом, а Трамп связан с этой группировкой, с этой общиной через своего зятя Кушнера, который женат на Иванке Трамп. И вот оно так как-то и замыкается. То есть, по большому счету, речь идет о том, что господин Трамп, которому недавно у него не хватило 100 миллионов или 91 миллиона долларов, чтобы внести залог за апелляцию одному из нашумевших гражданских дел. И тут появляется вариант приобрести такое сокровище. И закон вот этот, который сейчас принял Палата представителей, она вынуждает фактически Байденс, хочешь не хочешь, но если ты хочешь, чтобы у меня был этот ТикТок, чтобы он вообще существовал, хочешь получить за это деньги, продавай. То есть, ну, чуть ли не, как называется у американцев, hostile takeover, то есть враждебный захват. Ну, вот объясняется, почему за республиканцы таким образом проголосовали. Вообще, читая это, но я сегодня чуть ли не рыдал от смеха, надо менять название, название вот этой группировки протрамповской, которая звучит как MAGA, Make America Great Again. Надо ее менять на Make Trump rich again. Эмтра, наверное, эмтра, да, получается у нас. То есть, сделаем опять Трампа богатым человеком. Но теперь надо, чтобы утвердил этот законопроект, был утвержден в Сенате. И вот вчера поздно ночью спикер Джонсон обращается к лидеру демократов в Сенате, Шумеру, и говорит, что он будет требовать, чтобы Сенат принял, проголосовал за законопроект. Сенат не против, по большому счету, потому что действительно это угроза национальной безопасности, как подавляющее большинство сенаторов считает. Но Шумер говорит, да как же так? Мы вам четыре месяца уже, даже больше, с октября месяца прошлого года, говорим, что надо принять закон о помощи Украине. А вы мычите нечто-нечто наздельное или вообще молчите на эту тему. А теперь, вот вы приняли вчера законопроект, и мы тут же немедленно должны. Короче говоря, теперь все перевернулось наоборот. Трукоза за хвост водила палата представителей по указанию Трампа в отношении помощи Украине. А теперь Шумер, в общем-то, дал понять, что он может сделать то же самое с законопроектом, который по горло нужен Трампу. А значит, и его стаду баранов в палате представителей. Ну и вот после этого, после этого появляется сигнал Майка Джонсона, которого теперь можно назвать с успехом там, московским Майком, появляется сигнал, что будет законопроект. Ну, будем посмотреть, как скоро он будет, потому что тут еще давление и с другой стороны подоспело. Конфликт республиканской фракции палаты представителей и вообще в партии расширяется. Буквально на днях о своем решении практически немедленно уйти в отставку принял и объявил сенатор-республиканец по фамилии Бак. При этом он объявил, что за ним последуют целый ряд его коллег, опять-таки, с республиканской партии. Это, судя по всему, рейганисты, представители старого крыла республиканской партии. Объявляя о своем решении, Бак заявил, что ему просто стыдно перед своими избирателями врать, как теперь приходится делать для того, чтобы выдержать линию мага. То есть, если ты хочешь быть честным человеком, ты не можешь уже состоять в этой группировке, которая называется мага. Вот такие печальные дела пошли в республиканской партии. И после того, как он уйдет, получается, то есть формально 218 мест за республиканцами и 213 за демократами, но три места у республиканцев вакантными фактически. И таким образом преимущество их после того, как уйдет Бак, сводится всего два места. Всего-навсего два места. И эксперты посчитали, что если пройдут выборы вот этих вакансий, там еще четвертая, четвертые перевыборы там должны быть. Короче говоря, насчитали таким образом, что если, то есть есть такая теоретическая возможность в зависимости от результата вот этих выборов на эти вакансии, то спикером станет демократ Хаким Джеффрис уже в этом году. И это все. Это катастрофа. Поэтому отсюда еще возникла опасность. Ну, помимо этого, помимо этого появляются сенсационные материалы, чуть ли не день, которые говорят о том, что Трамп, его предвыборная кампания уже связаны с Российской Федерацией. Ну, например, сегодня газета Guardian британская опубликовала достаточно подробную статью, которая произвела эффект бомбы, взорвавшейся бомбы. Согласно этой статье некто Смирнов, Алексей Смирнов, это я вам напомню, это тот человек, который обвиняется сейчас, ему вынесли официальное обвинение в том, что он врал ФБР и ввел их в заблуждение по вопросу о том, что якобы Байден и его сын Хантер получали какие-то взятки в Украине в связи с делом Бурисма. Помните, много шуму, трампийские пропагандисты кричали, судить там собирались Байдена для начала импичмент, запустили вроде, вернее, не сам импичмент, а процесс исследования возможностей запустить этот импичмент. А теперь оказалось, что источником этой информации является этот Смирнов и он врал Федеральному бюро расследования по этому поводу. И установлено, что он врал, поддерживая контакты с представителями спецслужб Российской Федерации. То есть связь его была установлена с Россией, информация, которую он давал, оказалась ложная, но теперь после статьи из газеты Guardian получается, что он еще был связан и с Трампом, вернее, с людьми, которые были тесно связаны с Трампом. Так, в 2020 году он получил 600 тысяч долларов от компании, которая называется ET Technologies, компания из Техаса, но ее материнская компания находится в Лондоне, а она через основных там Шея Холдас и управляющие этой компанией связана еще с одной компанией, которая занимается девелверским бизнесом на Ближнем Востоке, в Эмирате, которая является не просто тесными партнерами, бизнес-партнерами Трампа, но и личными друзьями. Трамп зафиксированно называл одного из этих представителей своим личным другом Great Guy, как любит говорить Трамп. Они тесно общались помимо бизнеса. Дети Трампа и его сыновья приезжали туда в Эмираты на свадьбу кого-то там из детей вот этих бизнесменов. Короче говоря, тесные связи. И вот что интересно, как только ему выплатили эти 600 тысяч долларов, сразу после этого вскоре он начал проводить, доводить до ФБР вот эту дезинформацию, в том числе после встречи с представителем российской разведки. То есть вот вы понимаете сговор уже так вырисовывается. Он сидит уже на деньгах людей близких к Трампу. СВР российская пичкает его информацией, которая состряпана через агентуру Российской Федерации в Украине по поводу якобы коррупционных дел Трампа. Я вам напомню, один из буревестников и глашата этой информации, этого компромата был уже установленный агент российских спецслужб Андрей Деркач, который сейчас же и скрывается в Российской Федерации. Вот он и замкнутый круг, вот вам и скандал. А на что направлена была эта операция? Операция была направлена на дискредитацию Байдена с тем, чтобы рано или поздно убрать его в ходе импичмента и подорвать его возможность баллотироваться на следующий срок. Ну, в общем, не получилось в 20-м году привести Трампа к власти, давайте будем его готовить на 24-й год. Вот такая вот ситуация, то есть, это прямой, так сказать, вариант сотрудничества между Трампом, затем Российской Федерацией, ну, и через посредников на Ближнем Востоке. Вот эта информация еще появилась. Но потом еще появилась, я вам как-то расскажу об операции российских спецслужб по разжиганию этого дела о якобы неминуемой социации, то есть, отделении Техаса от Соединенных Штатов Америки, о том, что там чуть ли не гражданская война идет в связи с бардаком на границе и так далее. Интересно, то есть, американцы раскопали все это, как это происходило, кто и как разжигал этот скандал, опять там замешаны Russians. Ну вот, то есть, вот в такой ситуации оказался спикер Джонсон. Трамп, ну, надо сказать, что вы понимаете, вот то, что у Трампа появилась такая возможность, еще не стал президентом, оттяпать серьезный кусок денег, ну, так, серьезное, не серьезное, триллион, быть участником этой сделки, то есть, ну, да, триллионы стать участником этой сделки, это непросто, еще не стал президентом, но с другой стороны, понимаете, я вам рассказывал о идеях или расчетах некоторых экспертов, которые считали, что Трамп идет в президенты, помимо всего прочего, не только для того, чтобы избежать тюрьмы, но и для того, чтобы стать богатым again. И идея его состояла в том, чтобы сделать услуги, соответствующие Путину, при помощи этого через компанию ЧАП, о которой я вам недавно рассказывал, зайти в нефтяной бизнес Российской Федерации через там своих партнеров, подставных лиц и так далее, по возможности сдать еще Путину Украину и поставить там часть энергоресурсов Украины под свой контроль, но это сложный такой вариант, да, многоходовая ходовая комбинация, а тут все просто с этим титоком, в результате чего потенциально уменьшается, вернее, может, если у него есть пределы его аппетитом, Трампа я имею в виду, то возможно его жажда стать обратно богатым будет как-то удовлетворена при помощи этой аферы с тиктоком и как-то меньше ему надо будет помогать Путину, угождать Путину, там, видимо, только компромат останется, но компромат это отдельный разговор, как-нибудь я вам расскажу, компромат он, компромат до тех пор, пока его не используешь, когда его только используешь, это уже все, поэтому это штука, которую очень сложно использовать реально, вот, поэтому дай бог, чтобы, ну так по-честному, конечно, не хотелось бы иметь президента страны, которые решают вопросы национальной безопасности, исходя из того, сколько денег, миллионов, миллиардов, триллионов, это принесет его личный карман, то есть, человек делает бизнес на стране, но это хорошо, там, для Раши уже все, все привыкли Украину, что греха таить, да, ушлые чиновники разворовывают, но чтобы в Соединенных Штатах вот так вот, такой голый расчет, это, 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 шоковая ситуация, но тем не менее, значит, дай бог, то есть, мы будем делать, как американцы любят, one step at a time, то есть, шаг за шагом, сейчас нам нужно, ну, критически, нужно, как можно получить, как можно быстрее получить эту помощь, и дай бог, это случится, так вот, что я бы еще хотел сказать, в связи с планами, вернее, перспективами, наконец-то, принятия законопроекта о помощи Украине, о помощи Украине, если действительно Джонсон представит какой-то, ну, радикально новый вариант, который надо будет согласовывать с сенатским вариантом, то это может опять занять бог знает сколько времени, конгрессмены понимают, глубоко понимают, и даже республиканцы понимают, что критически необходимо предоставить эту помощь как можно скорее, есть такая инсайдеровская информация, вот, я даже ее где-то выписал, вот она, инсайдеровская эта информация, звучит она так, цитирую, по словам Бекона, это конгрессмен, есть люди в руководстве страны, которые знают, когда Украина должна получить эту помощь, и это, так сказать, крайний срок, и они указывают на начало весны, как на крайний срок для предоставления вот этой дополнительной помощи Украине, но когда его спросили, попросили его поделиться более конкретными деталями, кто это сказал, почему именно март месяц, он отказался, ссылаясь на то, что на то, что это кавычки открывается, это больше относится к сфере секретной информации, кавычки закрывается, проговорился человек, но запомним, я считаю, что это информация, которая заслуживает очень большого внимания, что, что есть какая-то информация здесь, в Вашингтоне, которая является руководством к действию, видимо, и исполнительной, и законодательной власти, согласно этой информации, помощь должна быть выделена в марте месяце, но, повторяю, если это будет кардинально другой вариант от Джонсона, то этого не получится. Тогда остается петиция, петиции две, которые сейчас по-прежнему открыты для подписания. Джонсон, опять-таки, инсайдерская информация, Джонсон поведал этому же Джону Бэкона о том, что, по крайней мере, 70 республиканцев в Палаты представителей выступят против подписания, они не станут подписывать эту discharge petition. Но, так, если всего 70, так это хорошо, потому что демократам, даже если какое-то количество прогрессистов из-за Израиля, они не хотят предоставлять эту помощь Израилю, потому что там 14 миллиардов Израиля, якобы, значит, за его действия в секторе Газа, но даже если эта группа демократов-прогрессистов откажется подписывать, 70 демократов, 70 республиканцев против, но их там 200, пока еще, 218, то есть, если остальные все подпишут, все, она есть. Короче говоря, да, и не зря Митч Макконнелл, который, видимо, знает все, все то, о чем я вам рассказываю, он на Джонсона давит буквально каждый божий день, требуя однозначно поставить на голосование тот законопроект, который принял Сенат, и подчеркиваю, что именно тогда это будет быстро, и теперь мы понимаем, почему быстро, потому что это нужно сделать в марте месяце. Короче говоря, после вот этих многих месяцев непонимания, темноты и мрака, который создал Джонсон до такой степени, что его свои начали ругать уже, то есть, он вызвал полное непонимание даже представителей своей республиканской партии, потому что, ну, если ты не ставишь на голосование, ты должен что-то объяснить, если тебе не нравится это, предложи другое, но он же отмалчивался даже на заскрытом совещании своей фракции, он не объяснял о том, какие намерения, какие планы, а не объяснял, потому что он просто не знал. Он был поршен, он да и есть, он по-прежнему полной марионеткой в руках Трампа, а Трамп в это время двигал фишки, с кем ему заключить финансовый союз, то ли Джеффри Есином, то ли Мнучино сюда подтянуть какими-то там инвесторами, каким образом лучше обтяпать вот этот вопрос стоимостью в 354 или 356 миллиардов долларов. Ну и вот, наконец-то, судя по всему, решение принято, и теперь оно зависит от Сената, и я думаю, что Шумер, Чак Шумер это не упустит. Он должен задавить их за все то, за все те гадости, которые они творили с октября месяца, и заставить их принять закон. Что касается, значит, вот тут некоторые утечки были в Твиттере по этому поводу, по поводу Джонсона, реакции на поведение Джонсона, и вот что люди пишут по поводу его позиций в отношении помощи Украине. Он тянет время, чтобы узнать, будет ли избран предпочтительный для России президент Трамп в ноябре, и когда будут обналичены чеки за услуги, которые оказывают Москве Джонсон или Трампу. План следующий пишет. План спикера ясен как день. Не делать абсолютно ничего для поддержки Украины и позволить Украине пасть перед Россией. Следующим Домино пишет третий. Следующий, как костяшка Домино, попадет, падет страна НАТО, возможно, одна из стран Балтии. Следующий пишет. Его стратегия заключается в том, чтобы откладывать помощь как можно дольше, надеяться, что русские в конце концов получат Украину. Вот такая, господа, ситуация. В это время битва продолжается. Новый председатель комитета начальников штабов Герал Браун сегодня должен посетить вместе с делегацией конгрессменов от республиканской партии. Те, видимо, еще не все понимают, что происходит, что самое главное, там плевать, говорят, что деньги наши, наших налогоплательщиков куда-то в Украину утекают, хотя все ерунда, но тем не менее, они хотят с этим разобраться, а что разбираться, тут самое главное, Трампу нужен Тик-Ток. Но, значит, вот этих, которые не понимают ситуацию, Браун везет сегодня на оружейные заводы в штате Оклахома и в штате Арканзас, чтобы показать им на деле, что эти деньги, которые они должны сейчас выделить, в значительной степени останутся в Соединенных Штатах Америки, и им, болванам, этим представителям от этих штатов, они до сих пор не освоили, они не поняли до сих пор, что эти миллиарды долларов получат их штаты, что люди, их избиратели, получат зарплаты, получат новые рабочие веста. Вот он, сколько времени обсуждается этот вопрос, он опять их туда везет, потому что народ не понимает. По словам Брауна, он воспользуется поездкой, чтобы подчеркнуть, что финансирование необходимо для пополнения военных запасов Соединенных Штатов Америки, которые были отправлены в Украину. Для сопротивления российскому вторжению. А это производство способствует развитию местной экономики. Ну и потом опять Пентагон может брать из пополненных запасов новое оружие для того, чтобы поставлять его в Украину. Таким образом этот круговорот может длиться бесконечно. Знаете, это цинично, я знаю, что некоторые из моих зрителей скажут, какой цинизм. Вот такой цинизм, вот так вот. Ведь не зря же я вам когда рассказывал по поводу того, как Рузвельт, какой ленд-лиз давал Рузвельт, сейчас почему-то многим наивным слушателям до сих пор кажется, ох, тогда какую помощь оказали. Я вам часто зачитал, какие цифры этой помощи и сколько лет их выплачивали. до 2006 года. А Черчилль сказал, что Рузвельт в вопросе о ленд-лизе вел себя как шериф, который отбирает последние деньги у полного банкрота, человека, у которого не осталось душой вообще ни копейки. Еще интересное, стратегически важное изменение, которое я отмечаю. Ройтерс пишет, Россия предупреждает, что война в Украине может выйти из-под контроля из-за действий одной или двух стран НАТО. Я вам напомню, тут речь идет о том, что недавно бледная моль кремлевская разразилась несколькими заявлениями по поводу того, что Россия готова к ядерной войне, и если что, то мы за ценой не постоим. А тут еще это маленькая облигация из МИДа Российской Федерации, я имею в виду Марию Захарову, она сделала очередное грозное заявление, цитирую, в результате непродуманных провокационных действий даже одной или двух стран, членов ЕС или НАТО, украинский кризис может абсолютно выйти за свои географические границы, приобрести совершенно иной масштаб и развиваться неконтролируемо, сказал она на брифинге. По словам Захаровой, Москва считает, что Запад сейчас ходит на краю пропасти и своими действиями в Украине подталкивает мир к краю этой пропасти. Запад все делает. Не агрессор в Украине это делает, это делает Запад. Дальше она заявляет, соответственно, сегодня стоит вопрос о том, как избежать рисков дальнейшей эскалации. Они очевидны и пугают всех здравомыслящих людей. Кремль испугался, согласно словам Закаровой. Кремль сейчас, люди в России боятся руководство кремлевское, мидовское, тех опасных планов, которые вынашивает натовская военщина во главе с Соединенными Штатами Америки. То есть это Путин с Медведевым совсем недавно на днях, они не пугали готовностью к ядерной войне. Этот Медведев, ядерный карлик, он не пугал, что мы можем бросить бомбу сюда, можем сюда бросить, там, Лондон уничтожить, Вашингтон, так далее. А вот что же произошло, что сделал, что натворил такой Запад, чтобы так вот перепугать не только Захарову, но и ее начальников, иначе бы они не выпустили ее с такими заявлениями. А произошло очень просто вот что. Значит, Финляндия, Швеция вошли в НАТО, буквально через пару дней первое учение, которое провели НАТО вместе со Швецией, это отработка взлетов посадок F-35 с шоссейных дорог Финляндии. А дальше там взлетел и две минуты лета до Санкт-Петербурга. А после того, как они это отработали, еще через пару дней было объявлено по поводу боеголовок B61-12 ядерных, модернизированных ядерных боеголовок. И вот и все. Я вам об этом говорил, об этом еще несколько дней назад. И все, ящик Пандоры закрылся. Его полагался Путин с Медведевым открывать. А вот так вот двоходовочкой, двухходовочкой этот ящик Пандоры был закрыт обратно. Какая война теперь? Путин подумать не успеет. Не успеет команду дать, как Петербурга уже не будет. Поэтому считаю, что война теперь вопрос надо снимать с повестки дня, вообще поменьше обращать на это все внимание. Но я, кстати, не заметил. Вот раньше подобное заявление из Москвы официальных лиц вызывали такие обширные комментарии. Сейчас как-то так они проходят мимо ушей. И это хорошо. И это хорошо. Ну да, тут еще надо добавить, что Макрон еще заявил о том, что вопрос о использовании людей, о участии военнослужащих или войск государств, членов НАТО в войне в Украине не снимается ничто. И даже этот вопрос не снимается с повестки дня. что вместе с F-35 и боеголовками ядерными Би-61 ну все, наверное, привели в шоковое состояние деятели из Москвы. Это подтверждается еще несколькими событиями, о которых я вам расскажу дальше. Очень интересно. По-моему, они уже задумываются о том, как бы сворачивать вот эту агрессию, как-то из нее вылезти, а дальше, дальше орки узнают, какая несчастная судьба их ожидает внутри государства российского. И вот это будет самое интересное. Таким образом, суммируя все сказанное вам, дорогие друзья, могу сделать следующие выводы. Уже зафиксировано, что спецслужба Российской Федерации уже вмешивается не просто на выборы, скажем так, непонятно на чей стороне, они опять вмешиваются на стороне Трампа, создавая ему возможность опять стать президентом. Последнее дело – дело Смирнова. Потом я вам расскажу еще совершенно явная, четкая операция ИПСО по поводу Техаса, границы между Техасом и Мексикой. Тоже российские спецслужбы там наследили. Следующий вывод – раскол в республиканской партии. Он расширяется, расширяется и углубляется. Народ пошел из этой партии, я имею в виду объявление об этом конгрессмена Бака и то, что он, по его словам, за ним, видимо, последуют другие, а причина основная, почему они уходят, потому что они не могут врать в глаза своим избирателям. А не врать, будучи членом фракции МАГа, невозможно. Но это все, естественно, будет раскручено вот этими суперпаками, то есть громадными комитетами политических действий, которых я вам рассказывал, у которых бюджет сейчас больше, чем бюджет всей перед выбранной компании Трампа. Ну и учитывая, что в этой ситуации Трамп, вы видите, то есть жадность фраера губит, он же не может не понимать, что вот эти всего его телодвижения, переговоры с одним, изменение позиций по законопроекту о ТикТоке, переговоры с другим, опять изменение позиций, он не может не понимать, что это не пройдет мимо внимания, раскрутят дальше, раскрутят больше. Ну ладно, посмотрим. Ну и самый главный вывод, дорогие друзья, из того, что на сегодняшний день произошло, мой осторожный оптимизм по поводу того, что помощь Украине будет, укрепляется сегодня в значительной степени, серьезно укрепился, очень надеюсь, что она будет вот-вот в ближайшее время, не знаю, успеет ли в марте месяце, но думаю, что дальше затягивать нельзя. И очень надеюсь, что будет, после того, как выделят эти деньги, что оружие, которое будет поставлено, будет гораздо более мощнее по своим характеристикам, чем то, что до сих пор оставляли американцы. Вот на этом, дорогие друзья, позвольте закончить сегодняшний выпуск. Как всегда, слава Украине и вооруженным силам. Враг будет разбит, победа будет за нами. А вам, дорогие друзья, выдержки, мужества и твердой веры в нашу неизбежную победу. До новых скорых встреч.